Не очень понятно. Получилось. Кстати, об этом городе. Что ж, мне интересно, что ты можешь сказать о моём городе. Ну, по-моему, всё хорошо. Вот как? Неужели? Я вот считаю, что здесь далеко не всё хорошо. Похоже, что сюда пытается вторгнуться Дон. С таким отсутствием интуиции ты мне здесь не нужен. Что сейчас происходит? Насколько я знаю, если ты окажешься вне города, тебя могут арестовать воины ордена. Они отведут тебя в монастырь и будут учить тебя преданности. У тебя есть ещё задание для меня? Мне кажется, ты слишком часто рассуждал так же, как люди Дона. Лучше бы нам с тобой дел не иметь. Я забрал всё из сундука Даргела. Ха! Что ж, тебе, наверное, стоит некоторое время держаться от него подальше. Это ему не понравится. И он будет не в настроении платить нам что-либо. Что? Зачем же я тогда ограбил его? Я и не ждал, что он заплатит нам хоть одну золотую монету. Но подумай. У тебя сейчас все ценности Даргела. Так что он понимает, что орден не в состоянии защитить его. Поэтому он придёт к нам. Я бы сказал, что ты неплохо справился. Ты знаешь капитана Стальную Бороду? Да. Но лучше бы я его не знала. Мне не стоило связываться с ним. Он обещал, что увезёт меня от всего этого. Обещал мне луну и звёзды с неба. Некоторые мужчины готовы сказать что угодно в обмен на ночь с девушкой. И что я имею в итоге? Массу неприятностей. Так что не произноси при мне этого имени. Потому что я не стану слушать. Чего тебе здесь надо? Похоже, Конрад сегодня не выспится. Ха-ха. Бьюсь об заклад. Это будет мучительно. Готов свою голову прозакладывать. Дадим ему время осмыслить ситуацию. Когда к нему идти? Не торопись. Расслабься. Сходи к Соне. Ты это заслужил. Потом иди к Конраду. Это ты? Привет, Конрад. Как делишки? Как ты смеешь тут показываться? Я знаю, это всё ты. Ты и этот хорёк. Что ты говоришь? Ты убил мою корову. Но ты свою Эльзу не очень хорошо защитил. Ах ты, мерзавец! Времена нынче опасные. Да, и везде ублюдки вроде тебя только и ищут, чем бы поживиться. А ты имеешь дело со мной. Вот. Забирай своё золото. Даже не знаю, как ты вообще можешь спокойно спать. Просто уходи. Иди отсюда. Конрад заплатил. Этот жлоб сделал правильный выбор. Теперь он наш. Мы знаем, где он, если нам понадобится подоить его. Но если мы ему понадобимся, то мы должны помочь. Это честно. Насчёт побега из города. Я передал твоим братьям, чтобы они сюда приходили. Спасибо. Очень признателен. Так, раз уж вы все в сборе, можете сбежать из города. Ты только расскажи, как, и мы мигом свалим. В кладовке, позади борделя мадам Сони, есть секретный туннель. Он ведёт наружу, за город. Отлично. Встретимся в кладовке у Сони. Покажешь нам там свой туннель. Увидимся. Я нашёл наводчика. И он работал по приказу Сида, правильно? Да. Это был Дойл, один из рабочих. Он до смерти напуган и не хочет в монастырь. Что-нибудь новое про кражи выяснил? Дойл исчез. Что? Сид избавился от сообщника? Отвратительные новости. Теперь мы никак не сможем его прижать. Выбора нет. Тебе придётся теперь за самим Сидом приглядывать. Прекрасно. Мне надоело болтать языком. Насчёт побега из города. Научи меня добывать руду. Покажи мне, как проводить разведку. Сначала надо научиться определять, где есть залежи руды. Нельзя просто всё подряд киркой долбать. И как мне найти залежи руды? Смотри, где камень поблёскивает и структура скальной породы другая. Иногда можно увидеть каменные пузыри на скале, как прыщи. Как найдёшь хорошую породу, бери кирку обеими руками и бей ровно. Это очень важно. Конец кирки должен точно попасть в породу, иначе камень покрошится в бесполезную труху. Не думай, что у тебя сразу всё будет получаться идеально. Тут нужна практика. Однако со временем можешь добычей руды прилично деньжат заработать. Насчёт побега из города. Я всё проверил. Путь через тоннель чист. Отлично. Пойдём-ка посмотрим сами, мальчики. Когда выберемся, встанем лагерем на берегу городской стены. Так что, если вдруг будут нужны искатели сокровищ, ты знаешь, где нас найти. Ага. На берегу. Всё, мы потупали. Удачи тебе, что бы ты не собирался тут делать. Нам удалось выполнить все твои задания. Инквизиция ослабила хватку. Люди это видят. Они склонятся перед нами, когда пройдёт слух, что Дон возвращается. Отлично. Прими это в знак благодарности от народа. Продолжай в том же духе, и тогда мы сможем выдворить отсюда инквизицию и будем править так, как того захотят жители острова. Ага. Пойдём посмотрим на этот воображаемый туннель. Я проверил. Путь наружу чист. Туннель выведет тебя прямо за городскую стену. Впечатляюще. И не слово, а вознаграждение. Мне не часто приходится это говорить, но спасибо тебе. Когда я найду то, что ищу, я отплачу тебе за услугу. Обещаю. Я пока что укроюсь где-нибудь на берегу за городом. Надо же с чего-то начинать. Я там пробуду какое-то время. Это на случай, если вдруг захочется меня найти. Ты ведь настоящий? Конечно, я настоящий. Прости, прости. Чем дальше, тем сложнее становится различать. Кто ты? Меня это... Зовут Леоном. Леон, ты, кажется, нервничаешь слегка. Найти тебя определённо было нелегко. Зачем ты меня искал? Твоя мать волнуется? Моя мать всегда волнуется. Можешь передать ей, что я ещё жив. Пока что. И по ней скучаю. Матерям такое нравится. Сам ей и передай. Я назад не вернусь. Я ушёл, чтобы побыть в покое. Что ты тут в глуши делаешь один? Ищу что-нибудь, чтобы перекусить. Ты уверен, что это всё? Конечно. Я ж охотник, в конце концов. Вот, охочусь. Ты не похож на охотника. Ну, не похож. И что я могу с этим поделать? Давай, выкладывай, чем ты тут занимаешься на самом деле. Ну ладно, ладно. Я искатель сокровищ. Слышал, что в развалинах тут полно... Всякого. Хочу вот подзаработать. Я даже обзавёлся киркой и лопатой. Хватит врать. По глазам же вижу, что обманываешь. Ты от меня так просто не отстанешь, да? Ни за что. Ну ладно тогда. Только ты всё равно мне не поверишь. Прямо перед тем, как Орден запер Харбортаун, мне начали кошмары сниться. Потом ещё хуже стало. Я начал видеть призраков. Слышать голоса в голове. Я сбежал из города, но тут легче не стало. Я уже сто лет не спал нормально. Всё время голоса, что-то нашёптывают. Эти привидения, блуждающие призраки, от меня так просто не отстанут. С чего бы мёртвому лорду преследовать тебя? Если б я только знал. Значит, эти призраки с тобой разговаривают? Только один из них. Называет себя Лорд Патроскон. Что ты можешь мне рассказать про Лорда Патроскона? Да. Когда он появляется, я слышу в голове его ужасный шёпот. Он говорит чудовищные, чудовищные вещи. Ты не знаешь, откуда берутся эти призраки? Нет. Ну, мне снятся башни. К северу отсюда есть разрушенная башня. Вдоль западного побережья ещё башни есть. Может быть, они оттуда и появились. Если они тебя одного преследуют, то ты, ясное дело, что-то натворил. Я нашёл в лесу это странное кольцо. Просто нашёл, понятно? Ни у кого не крал. Оно там лежало. С тех пор и их вижу. Покажи мне кольцо. Вот. Наверное, это кольцо принадлежало им. А мёртвые не любят, когда трогают их вещи. Чёрт побери! И что мне теперь делать? Может быть, я решу твою проблему с призраками. Правда? И как ты это будешь делать? Направлюсь в башню. Посмотрим, что там такое. Это было бы здорово. Не знаю даже, сколько ещё я смогу вынести. Кому принадлежит эта лачуга? Мне. Теперь. Значит, ты её занял. Ты думаешь, красть чужой дом. Это нормально? Слушай, ты сам видишь, на этом острове всё вверх дном. Меня тут никто пока не беспокоил. Хозяин либо помер, либо отправился в монастырь. Да уж, похоже на то. А как ты из Харбортауна выбрался? Через стену перелез. Так просто? Ну, просто. Если не считать того, что тебя никто не должен увидеть при этом. У тебя шнурок развязался. Да. Я всё равно могу пнуть тебя в морду, если будешь меня доставать. Понял? Думаю, что понял. Слушай, тут не проходил такой здоровенный мужик с топором? Ты о чём? Тут полный лагерь здоровенных мужиков с топорами. Красно болят ноги. Что не делай, болят ноги. Но я и получше видал. Получше видал? Ты кто такой, эксперт хренов? Да ты не узнаешь хороший клинок, даже если его тебе в задницу засунут. Так что либо ты ещё раз подумаешь над своим мнением, либо я тебя поближе познакомлю со своей продукцией. Твоя мать, Тильда, беспокоится о тебе. О, она всегда беспокоится. И эта женщина превращает мою жизнь в ад. Ладно, ладно. Ясно, что ей не о чем волноваться. Какие новости? Помимо того, что у меня появились мозоли размером с куриное яйцо, новостей нет. Всё тихо. Надеюсь, так и останется. Я нашёл трёх охотников за сокровищами. Опытных кладоискателей. Ольф, Дирк и Дитер. Ты слышал о них? Опытные ребята. Странно, что Инквизиция не загребла их. Правда, Ольфу Инквизиция бы не понравилась. Ну, теперь они смогут показать себя во всей красе в том большом храме на Востоке. Я отправлю кладоискателей к храму. Непременно достай в храм пару кладоискателей. Мы же не хотим, чтобы их сцапали белые мантии. Удачи. Слишком рискованно. Это никогда не изменится. Скордо готовит Харбортаун к восстанию. Он ждёт от тебя сигнала для нападения. Ха-ха, я так и знал. Очень хорошо. Просто очень хорошо. Скордо сказал что-нибудь ещё? Дал тебе что-либо? Да, Скордо дал мне этот свёрток для тебя. Ха, вот видишь, даже старый медведь в старой берлоге может разжиреть. Должно быть, Скордо поверил тебе, раз он передал этот свёрток. И ты принёс его. Пора признать твои достижения. Тебе можно доверять. С сегодняшнего дня ты становишься одним из нас и можешь называть себя охотником. Ты заслужил наше уважение. Ты заслужил право гордиться собой. Я лишь надеюсь в будущем показать себя. Дон Эстебан, у тебя есть ещё задание для меня? Что ж, кто, если не наш чужеземец? Хотя бы один человек честно выполняет свои задания. Многие из моих людей слишком заняты тревогами об Инквизиторе и тем, как бы набить свои карманы. Наверное, пора дать им другую пищу для размышлений. А не мой меч. А если меч не будет достаточно острым, когда нападёт Инквизитор? Он до сих пор не нападал. Но это не значит, что и впредь не нападёт. Страх преследует нас вот уже несколько месяцев. Дух человека не может долго оставаться твёрдым в таких условиях. Что может планировать Инквизитор? Это хороший вопрос. И я думаю, ты должен найти мне ответ на него. Почему я? Как мне узнать, что он планирует? Ты будешь моим посланником. Я собираюсь отправить тебя к нему на переговоры. Что мне говорить Инквизитору? Что у меня есть то, что он хочет, и у него есть то, чего хочу я. Воспользуйся этим, чтобы разговорить его. Пусть раскроет, что ему нужно. Но нам не нужна просто информация. Нам нужна передышка, пока не окрепнут наши силы или пока он не трогнет. Поэтому скажи ему, у меня есть то, что он хочет. Что мы не желаем ему зла. Чего хочет Инквизитор? Это я и хочу, чтобы ты узнал для меня. Предложив ему это, я надеюсь понять, что он ищет. Очевидно, что ему не нужно золото. Этого добра у него предостаточно. Поэтому тебе нужно его разговорить. Пусть скажет, что для него важнее. Возможно, таким путем мы раскроем его планы. Я проведу переговоры для тебя. Следи за словами. Помни, ты собираешься добывать сведения, а не предоставлять их противнику. Как мне попасть к Инквизитору и поговорить с ним? Скажи им, что я послал тебя. Скажи, что ты пришел, чтобы договориться с Инквизитором. Если они не боятся меня, они боятся его. Ты действительно водишь дружбу с Романом? А что в этом такого? Пираты действуют ради себя и золота. Инквизитор действует во имя веры, а я во имя людей. У каждого свои приоритеты. Каждый действует в собственных интересах. Если хочешь, чтобы я тебе служил, мне нужны доспехи получше. Если это все, то это я предоставить могу. Внеси свою долю золота в наши запасы, и я обеспечу тебе доспехи. Мне нужно охотничье снаряжение. Мы сами о себе заботимся. Возьми. Вась, ты уверен? Лучшая защита для охотника – понимать свою жертву. Если все правильно распланировать, доспехи вообще не понадобятся. Так ты охотник, верно? Беппа, в следующий раз, когда проголодаешься, не рассчитывай на меня. Эй, я в состоянии прокормить себя. Да, я вижу. Я смотрю, ты выбрал себе сторону. Не самый подходящий момент для этого. Правда? Да он здесь не имеет власти больше. Особенно с того момента, как на острове появились эти странные создания. Твари, беженцы, инквизиция – это гребаные. Хотя, конечно, чем больше людей на нашей стороне, тем выше наши шансы продержаться. Ты был охотником? От охотника до бойца всего лишь один шаг. Продолжай в том же духе. Я готов поспорить, что ты станешь одним из нас очень скоро. Ты собираешься поймать что-нибудь мне на обед? Так, охотник? Еда, она как женщина. Должна быть жирная и сочная. Эти мерзкие твари – это инквизиция. А тут такой тихий остров был. Иногда мне кажется, что хорошие времена ушли безвозвратно. Эй, ты охотник? Отлично. Ты один из нас. Мы – элита. Не такие, как все. Неплохо для одиночки. Совсем неплохо. Гордись собой. Если тебе вдруг понадобится помощь, коллега, ты знаешь, где меня искать. А-а-а, это ты? Как дела, Дилишки? И лище-то как? Пора б тебе перестать пить. Не, пока бойцы там не успокоятся, буду тут отдыхать тихонечко. Ты охотник? Мы закончили есть червя, которым питались месяц. Уж я узнаю, кому нанести визит. Эй, покурить не найдется? Даже если бы и было, с какой радостью мне делиться с тобой. Вали отсюда. Я слышал, тебя в банду приняли? Поздравляю. Похоже, Дон принял тебя. Похоже на то. Времена сейчас неспокойные. Каждому надо найти себе место. Неважно, выглядишь. Вот глотника вот этого. У меня для тебя есть травка. Хорошая работа. Вот тебе золотишко. Эй, ты же выращиваешь брюгал. Не дашь мне травки попурить? Я выращиваю брюгал на продажу. Больше тут никак денег не заработать. Так что сделай одолжение и купи. Хватит попрошайничать. Что, ты теперь охотник? Я не удивлен. Я сразу подумал, что ты похож на охотника. Это что, комплимент такой? Вот еще. Я не говорю комплименты. Только жалкие маленькие истины. Знаешь, сколько я уже на Дона работаю? А они сделали из тебя охотника за пару минут. Как у тебя дела? Не знаю. Неспокойно как-то. Слишком тут тихо. Парни в белом нас тут не особо беспокоят. Я так думаю, они наверняка что-то замышляют. Так что осторожнее тут. Вот, смотри. Вход в храм отмечен на карте. Покажи-ка. Ясно. Мы должны его без проблем найти. Ладно, парни. Пойдем скорее. С этим входом придется повозиться. Если все пройдет гладко, то скоро увидимся. Ты знаешь, где нас искать. Так что до встречи, приятен. Ты теперь в банде Дона, да? Но вот и на кой ляд тебе это нужно было? У тебя проблема с Доном? Они все практически. Просто мелкие воришки. Готовы золотые зубы у старух прямо изо рта воровать. А потом говорят, что на их же благо. Мол, чтобы язык себе не прикусывали. Всегда оправдание находит. И всегда действует в интересах острова. А пираты это нормально? Пираты люди способные. Из всех людей Дона ни один не сможет парус поставить.